приветствую вас сердечно ирина приветствую где вы находитесь в каком регионе в каком месте здравствуйте хосей магомедович я живу геленджике краснодарский край у нас есть такое обычай нашей школе я всегда спрашиваю как там погода неожиданно холодно у нас зима пришла понятно а вы реагируете на погоду и у меня такие вопросы чисто такие специальные как у врача психолога такие вопросы очень много людей реагирует на погоду я им всем подсказываю что надо вот так вот руку на руку положить воротниковую зону разминать ушки разминать пальчики разминать 20 раз в день и тогда делали да а вы уже смотрите наши ролики да но знаете по поводу погоды я не могу скорее всего нет скорее всего не реагирую чем-то я всегда всем предлагаю чтобы понимать что на нас влияет четыре фактора погоды записывать течение 10 12 дней атмосферное давление атмосферное давление диамагнитную обстановку температуру дождь ветер осадки но четыре фактора и вот даже люди которые говорят я на погоду никак не реагирую потом вдруг оказывается что таких людей которые вообще не реагируют не существует да ну конечно ну а как же иногда порция настроения иногда сна нет а мы не понимаем почему это может быть там давление поднялась или опустилась резко или снег пошел или буран или накануне или в этот день наступают какие-то изменения человек если этого не знает он теряется он думает почему я так плохо себя чувствую начинаете накручивать а потом посмотрел в окно акачу буря а говорит теперь понятно и вспоминает чем надо при этом сделать чтобы улучшить кровоснабжение мозга венозный отток освободить сосуда спазма чтобы голова прояснила чтоб тревога ушла я всем так и рекомендую большинство людей понимаешь это важно делать а вы чем занимаетесь если не секрет ну вот февраля месяца не работаю а в геленджик приехала 12 лет назад из уфы там у меня был тренинговый центр проводила тренинги самый мой такой супер сила была что я проводила программу в аппарате президента одной из наших республик но там гордыня видимо у меня высокой выросла я была молодая это уже да полностью я приехала переехала в геленджик упала сильно упала потеряла семью потеряла недвижимость имущество и на нуле приехала в геленджик здесь естественно на берегу эта торговля восстанавливалась года три наверно в онлайн психологию не смогла перейти не понимала как после торговли я открыла небольшой салон красоты там же и работала мастером косметологом ну и вот люди стали просить клиенты приезжали из москвы прилетают до сих пор тоже признание получила но многие просят сама вселенная потолки от психологию я не так кажется сейчас сын заболел в декабре месяце мы переехали на урал для лечения все пришлось продать и вот с февраля месяца я не работаю я вернулась геленджик восстанавливалась долго пока вот ищу себя в поиске понимая начать понимаю а ключом вы давно занимаетесь вы роли вы не знаете метод ключ я знаю метод ключ вот с помощью него у меня и произошла трансформация которая вам говорила по поводу зависимости что вы мне пришли да да я начала искать соображать потому что понимаю что со мной что-то не то происходит я очень люблю глубоко разбираться в теме почему человек начинает употреблять что с ним происходит и почему-то меня вселенная опять вывела школу человека будущего школу академия будущего у нас есть в геленджике там работаем со зависимыми детьми сами стали употреблять или вы говорите о ком-то нет я сама стала начала разбираться почему что со мной происходит что с психикой происходит что я замещаю я услышала нашла вас господь бог меня вывел на ваш канал на ю тубе я поняла что не хватает эндорфинов школа тоже называется человек будущего в геленджике узнать нам чем они занимаются они чтобы узнали чем мы занимаемся может быть вот и получается я просто начала делать в глубокой депрессии я просто начала делать хлест я делаю каждый час наверное я и просто я приговаривала фраза я качаю эндорфин я качаю эндорфин я я ходила весь день ну конечно и молитвы были но вот базовые методы вот эти вот упражнения волна и волну делали тоже да я постоянно волна тряска свои вот какие-то и вы знаете добавляли свои упражнения да я не знаю как я ночами сутками смотрела записывала под запись я не знаю вот знаете это и сошлись наверное все вот и окончание года и сейчас энергии какие-то идут мощные да волшебные дед мороз тут пожелания мои все и вот сейчас как будто бы я ребенок новорожденный то есть вам это помог ключ да да я как это произошло я не знаю я даже не понимаю даже в магазине не смотришь даже на это фокуса внимания нет понимаете если раньше ждешь окончания рабочего дня да у меня и в 9 утра снова на как сказать строю и у тебя нет потребности а вечером она наступает потому что ложиться спать больно оставаться в одиночестве а сейчас у меня нет этого я настолько удивлена скажите пожалуйста сколько дней у вас была зависимость вот это то что вы были одинокое употребляли потом посмотрели наши ролики перестали теперь у вас такая энергия ясность ума и теперь в общем-то у меня за последние годы каскад потери утрат произошел там сначала полностью дом сгорел мы остались в одних ночных там рубашках затем отец умер вот сейчас сын я это этим занимаюсь давно я вам сочувствую больше двух лет ключом больше двух лет а употребляли а ключом сколько занимаюсь наверное третья неделя пошла и так хорошо да да я вообще я в церковь сходила поставила свечку что в благодарность я я не знаю я так рад за вас я сама рада до слез у меня слезы умиления идут я очень рад я хочу чтобы вы были устойчивы чтобы у вас была гарантия безопасности чтобы вы жили долго было много причин для радости и чтобы нашли свой путь там в работе чтобы вам нравилось как вы живете да да это у вас все будет потому что все да мне так пишут люди много пишут у меня же много последователей много людей пишут что жизнь изменяется лучшую сторону у меня у самого очень много было проблем жизни я операцию тяжелую перенес упал на голову и много чего у меня было после трактов металл детей взрослых там вытаскивал из этого шопа и так далее командировки вот эти бессонные ночи выпивания все это было у меня потом когда я сам начал делать то что я сам делаю покручиваю я теперь счастливый человек несмотря на то что у меня операции колеи много шишек в жизни набил и самое главное заниматься еще любимым делом потому что ключ его это раскрепощение выход на состояние творца еще много-много открывается творческих качеств их надо реализовывать если вы начнете сейчас находить больше 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 хотя бы для досуга они будут вам поддержкой для поиска работы создания работы как основа полициях не может особенно вы я на вас посмотрел очень творческий человек человек без созидания не может так как же для чего он живет чтобы только потреблять то что особенно сегодня в условиях неопределенность конечно мне так приятно на вас смотреть а еще за вами там лебеди на лебеди а у меня вот картину видите а тут перед ней вот она смотрится а перед ней сейчас я руку беру вот там свечка стоит эта картина называется и участник события его свидетель когда ты выходишь на состояние безмятежность и глубокое состояние внутренней свободы это одновременно и здесь и где-то там со вселенной это может творить да это прекрасная картина тоже меня ее всех палят и лебеди у вас тоже вот там такие влюбленные лебеди нет человек тоже без любви жить не может обязательно надо в кого-то влюбляться разочаровываться потом опять влюбляться и при этом сохранять себя чтобы не натворить таких влюбленных дел раньше когда влюблялись помните там я в книжках читал девушки даже там травились мужчины там стрелялись это было когда-то при царе горох и да сейчас слава богу этого меньше наверное а бывают периоды когда действительно так грустно а какие у вас планы что вы теперь хотите делать я знаете хосе мавриимедович вот встаю с молитвой и говорю господи даме возможность быть полезной людям вот дай мне возможность быть в том месте с теми людьми где я могу проявить свою любовь потому что сама себя не видишь а вот люди мне дают обратную связь насколько я мощная и глубокая я этого не вижу но скорее всего вот это вот состояние с моим опытом ко мне пришло что умение находить мудрость в опыте да не в жертву впадать озер на мудрости собирать что можно извлечь пока не знаю я начинала сейчас проводить какие-то онлайн консультации но я люблю знаете организовывать я вот такой мотиватор вдохновитель по жизни раньше была и называли меня женщина праздник женщина радость последние 15 лет я не знаю что произошло вот сейчас я возвращаюсь в это состояние не знаю чем пока вот правда обучаюсь много сейчас получила кризисного психолога по потерям и утратам немножко волонтерю на фонде психологов отечества с матерями погибших воинов потому что сама прошла это там чуть-чуть волонтере это не на коммерческой основе и конечно надо заявлять о себе миру что я есть такая драгоценная как говорят по самоценности чтобы ко мне кто-то пришел ну вот пока я пути так скажем вам пожелать этого пути успешного я готов помогать чем вы хотите у нас тоже не коммерческая это школа это человечественности школа у нас очень много людей из разных стран мира и мы вообще-то занимаемся творчеством развитием изобретательского мышления у нас есть очень мощные специалисты патриза мастератриза мои друзья и мы в принципе я все время это повторяю что наши школы направлены сокращение кризисов и войны в мире в мире и потребности в лекарствах потому что ресурсы есть вот начали качать эндорфин мы просто с помощью этих приемов переходим из андреналового состояния в эндорфинное состояние но там по-другому можно эти гормоны тоже называть сейчас данном случае дело не будет а дело в том что это комфортное состояние внутренней свободы такой но вам это звон и знакомы вы же горите раньше вы такой бы а теперь восстановились новых условиях теперь вам надо найти чем бы вам заниматься я готов помогать еще раз повторяю академия человечества академия человек будущего там геленджики академия будущего они себя будешь да они работают созависимыми детьми детишками да и вы знаете ко мне пришло у меня второй год туда почему-то выносит сначала как специалиста звонили родители известны родители детей достаточно известные в маскам пози но в общем не буду называть я им просто число делала услуги и затем летом меня вызывают туда там 600 детей было в лагере поработать медсестрой у меня мед образование есть начальное но так меня директор вывела просто она у него самой сын погиб она меня взяла за шкирку и быстро ко мне чтоб я вышла из этого состояния тоже туда сейчас я в одном чате в геленджике написала рекламу и ко мне пришло двое мужчин преподаватели из этой академии мы с ними просто поработали в общем-то по их собственным целям я говорю меня постоянно туда выносит и я еще думаю что такое почему меня туда выносит и видимо как там в общем они работают созависимыми и громадные наркоманы компьютерная зависимость академия на какая-то платная там дети как-то платят родители их платят или это бесплатно огромные суммы готов был кинуться сейчас им помочь около двухсот тысяч в месяц платят за ребенка а там они находятся медь минимум год но смотрите если что может помощь нужна будет мы можем какой-то такой договор сделать и мы тоже и заработаем для нашей школы потому что школа бесплатная открытая для всех для всего мира я сам человек такой такими определениями если говорить человек масштабные мира потому что люди из разных стран проходят подготовку готов пожалуйста мы можем какой-то придумать такой договор чтобы сделать взаимополезно и нового взаимополезно в данном случае что мы будем полезны мы будем повесить потому что все технологии которые у нас есть я в частности было падре личу в италии много лет назад который имеет очень много в городах там в италии и даже на острове фармика у него общине наркоманов и он лечил их без лекарств этих наркоманов я был у него в гостях я им показывал методику ключа это очень интересно потому что у меня есть ролики этом мало на сайте стрессу там много роликов и там есть как я тогда был в италии и как они реагировали ну там очень интересно это все я готов поделиться этим опытом потому что я с наркозависимыми работал и из игрозависимыми работал и с многими другими зависимостями я сам раньше выпивал сейчас не пивни капли пять лет и чувствую что у меня новая жизнь после этого началась как я пить бросил я знаю почему я бросил и как надо бросить и могу научить другого и у нас много вебинаров а скажите у вас вот я рисую например и книжки пишу и там тренирую разных людей там чемпионов всяких инвалидов без рук без ног они мировые рекорды ставят и обычных чемпионов тренируют а у вас еще вот кроме того о чем вы сказали еще есть какие-то любимые дела нет вот хасай магомедович думала об этом нету я всегда я всегда всю жизнь работала 24 часа в сутки я ради себя не жила и вот сейчас меня сын как катапульты вывел на другой уровень что я поняла что жизнь мимо меня прошла я вот сейчас себя только познаю хотите я вам дам совет вы когда на волну выйдете очередной раз подбирая себе действие синхронно текущему состоянию моменте выйдите потом на волну и задайтесь вопросом что вы еще любите и удивительным образом вот этот вопрос сразу обрастет потоком ассоциации вы вдруг вспомните себя в детстве я не буду рассказывать это само происходит естественным образом и откроете еще несколько любимых направлений о которых вы думаете но как-то больше заняты другим они будут вам помогать потом вот эти вот как подспорье для того важного дела которое вы сейчас занимаетесь это будет комплекс да это очень интересно получается вы будете чувствовать себя еще богаче внутренней еще сильнее устойчивее увереннее это гордыня о которой вы говорите которая была у вас тогда теперь она будет обоснованной потому что люди все будут вас сильно нуждаться и когда вы неповторимы вы становитесь необходимы они будут все на вас с вопросами с просьбами с предложениями у вас будет такой широкий круг деятельности вы даже удивитесь вы там мне написали в записке что вы хотели бы ключ 2 и ключ 3 вот я вам мы потом отдельно поговорим потому что это особая вещь которая в интернете так не распространяю чтобы случайные руки не потому что там можно изобрести буквально из ничего что-то создать но я шутил раньше я говорил что я не хочу это распространять чтобы ребята на кухне атомную бомбу себе не изобрели случайно ну это сильно развивает изобретательское мышление поэтому так не распространяю чтобы не в те руки не попал а с вами мы поговорим на эту тему отдельно что бы вы посоветовали женщинам которые испытывают одиночество меня эта тема очень интересует потому что не вы первые которые мне говорите одиночество что с этим делать причина я размышляла об этом это страх остаться на страх остаться наедине с собой во первых страх увидеть внутри себя в моем случае было у меня знаете такое пограничное состояние было когда я всякие курсы проходила когда я чувствовала свою мощь я выходила на улицы у меня было такое что я сейчас всех там из любви до ненависти это может быть из прошлой жизни или еще что-то выходило я ушла далеко а что может сделать женщинам в одиночестве это найти опору к себе учиться радоваться нашим я не знаю солнышку дыханием небу дедочкам листочкам вот кофточкам музыке классической начать с малого начать с малого маленьких шагов чтобы научиться получать удовольствие а потом уже от самого себя что ты есть такая уникальная принять свою ценность принять что ты дочь отца да сложно принять его волю вот в моем случае было после агрессии на него я орала ходила на море как ты спел забрал бы лучше меня вот она имеет ввиду ключ я на волю отца я на волю отца и блюду шесты мне стало легче вот говорил прадя да такое принять что ты ценность как 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 что не 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 ничего меня можно просто по имени называть без всяких отчеств я нормальный человек я нормальный там что-то ваше сейчас лучше немножко сейчас лучше немножко вы не можете две-три фразы повторить почетче чтобы одинок женщине что самое важное принять и осознать не только что ты являешься частью этого мира частью вселенной я буду переводить я слышу ничего внимательно слушаю что надо осознать себя частью этого мира частью вселенной и начать радоваться и качать эндорфин вот с чего вы начали конечно он поможет это инструмент это инструмент надо переживать на фоне волны когда мы делаем вот стадии после действия волну переживая о чем переживается пускай мысли на стомотек и в этот момент могут и слезы пойти и зевоты и сонливость все это надо выполнить и открывается просто просто ясная голова а может быть спать заходишь тогда надо спать конечно вот что-то у нас да 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 сейчас включится звук и появится изображение да а я пока рассказываю пока вас нет там надо выходить на наши бесплатные ликбезы там посмотреть как там в зуме люди заходили вопросы задавали как они делали волну ухлез синхрогимнастику все это как подбирали свои приемы и переживать на волне а потом когда уже переживания окончаются на волне уже мечтать о желаемых переменах в себе и в будущем они начинают происходить и это проще чем кажется в первый раз это гораздо проще мы это инстинктивно всегда делаем мы просто не обращали раньше на это внимание я просто это озвучил изучил озвучил и всем это показываю что люди и сами инстинктивно делают а здесь они делают осознанно в виде упражнений и лучше все получается и получается больше возможностей я вам очень благодарен выходите ко мне отдельно там мы поговорим давайте мы завтра опять спичимся поговорим отдельно я вам что-то секретное секретное исключать вам отдам потому что я вижу что вы достойны этого я очень хочу пожелать вам здоровья благополучия и в этом наступившем новом году много-много счастья спасибо спасибо я вижу у вас огромный потенциал я хочу поделиться что я как раз да людей я смотрел сейчас ночами все по конкурсу и я вот когда начала я думала о чем я хочу я хочу я люблю и вот наша встреча состоялась я уже еще раз вам спасибо я надеюсь знаете на что еще кроме того что мы с вами отдельно будем разговаривать что через недельки полторы две мы еще раз выйдем с вами для всех еще раз поговорить хорошо да договорились с любовью человеческой с уважением желаю вам всего хорошего до встречи до встречи до встречи спасибо до встречи 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 Продолжение следует...